Мы находимся на Дав, Юдзай, на Мудбет, ближе к низу. И мы разбираем сейчас порядок молитвы. Почему молитвы сделаны? То есть 18-го стране, в котором молимся шумнайцерами, это молитва, стоящая молитва, и на Кперистик. Почему молимся в таком порядке? Мы вчера разбирали про последнего, это Геула. Сказали, почему Геула и седьмая браха? Потому что в будущем седьмом году будет избавление. Какая связь не очень понятна, но так оно и есть. Идея была такая, что после Чувы идет слихо, после слихо идет Рефа и Геула. Так идет Кервмейшел. Какой порядок? Почему именно такой порядок, а не наоборот? Потому что так вот и порядок. Потому что если какой-то поскольку был порядок, то решили, почему именно Геула перед Рефой, а не наоборот. Если так, Маш, если так, Маш, это как бы это вещи, оба спасения какие-то. Оба можно, как бы в одну, как сказать, ну один тот же подзаголовок, скажем так, подставить. Почему это идет вместе? Потому что хотели сделать Геула в седьмой браху, чтобы... Потому что в будущем будем у нас Геула в седьмом году. Поскольку восьмой день у нас есть, уже не год, а день, есть бритмила, есть обрезание, поскольку нужно для этого Рефу, нужно вылечиваться. Поэтому постановили ее восьмой брахой, номер восьмой номер, восемь восемь, чтобы как-то больше помогало. Здесь, по-моему, какая-то книжка, по-моему, Хасицкая объясняет очень хороший, очень красивый ворд. А именно, почему, причем здесь такая Рефуа с Милой. Потому что, грубо говоря, Рефа, в принципе, создана только для бритмила. Все остальное это Дархагов. Почему? Потому что любые болезни из-за чего есть. Потому что человек делает всякие прегрешения, есть болезни. Если не делать прегрешения, не нужно было болеть, не нужно было Рефуа, не нужно было лечения. А бритмила, а, это делать вещь, которая необходима лечению, как сказать, ну, боецам. Само это самое, как сказать, так задумано, грубо говоря, поскольку нужно делать обрезание, нужно из этого дела потом вылечиться. А почему тогда не Юлиадос? Ага, Юлиадос, они тоже, только за прегрешение? Боецов среди бани, это проклятие? Это я не знаю, в будущем взрывшем будет БКРС Эхот, без это самое, я не знаю, сколько это будет Рефуа нужно. Залезать на кровать двоем, в следующее трем, так написано. Это самый Тахер, из-за этого проклятия, но Рефуа-то надо. Ну, а теперь уже должна, неважно, какие-то, ну, в принципе, это вещь, которая... Хватит, тоже, это какое-то наказание написано, бритмила, это никакое наказание, это вещь, которая, как бы, лахатхила. Как бы то ни было, так написано, так как тут и говорит красивый вортл. Поэтому, поскольку это основная вещь, так сказать, поэтому мы смотрим, когда нужно Рефуа, на куда мы смотрим, на бритмила. Потому что это, как бы... И что здесь имеется в виду? И что имеется в виду, следующую вещь, что есть капитал, который, на самом деле, в нашем 10, если не ошибаюсь, в наших этих самых, как называется, летаисчислениях. И он говорит следующую вещь. Он как бы еще и представляет свыше, что он делает нехорошие вещи, это как будто он минается. Шагово, Бо, Ки, Дрожг, Луким, Коль, Мисав, Коль, Мисав, Коль, Мисав, Коль, Мисав, Коль, Мисав, Коль, Мисав, Коль, Мисав. Значит, написано. Ишебу, Аравмы, Церимы, Мистаримы, Ярок, Наки, Яробы, Мистар, Карьебы, Сукодок, написано про этих никодеев, что он будет ловить, как это самое, Мистор, как Арье. Как Лев, Яроб, Лахтов, Ани, ловить нечего. Яхтов, Ани, Машхоб, Рештов, Ловить нечего. Говорит, раньше, про кого есть говорится. Есть говорится про обычных злодеев, как называется, листьев по-русски. Грабители, они обычно ловят в основном как раз богатых, а не бедных. Робин Голд, Робин Голд. Ну, не важно, даже не Робин Голд, не потому, что они цадиким, а потому, что просто они ловят, что были, как сказать, чаще всего это порноса, как сказать, порноса, когда ты ловишь бедного, что-то с ним поимеешь, когда ловишь богатого, ты имеешь с этого дела? Как называется? Мы малоходы же продаем, не только бриллиант. Представляете? Нет, когда ты ловишь в качестве грабителя деньги, ты будешь грабить, ты не будешь грабить бедного человека, потому что просто не потому, что ты цадик, и ты на него мурахэм, а человек, который грабит, он просто думает про себя, а не про кого он грабит. КПД выше. А, КПД выше, совершенно верно. КПД выше. Про что есть говорится, говорит Раши, про что вся эта вещь говорится, говорится не про обычного грабителя, а про мавкейша арим. Что такое мавкейша арим, которые дорого продают, то есть они как бы скупают свою, потом дорого, спекулянты. Про спекулянтов И про них эта вещь написана Именно на нищих Потому что нищие это делать нечего Они могут сразу его купить Они на этом и выигрывают Они покупают сразу все и потом продают по дорогам Это говорится Прямо в Кей-Шарим А что Всевышний делает, чтобы их разбить Очень просто, когда пославят большую шефу Они все скупить все равно не могут Все равно получается дешево Скоро бы они не старались Как Всевышний разговаривает шоу То, что молимся, когда едем в Кей-Шарим И поскольку это 9-й Питал Патайрим Так мы 9-й Брахо Опять же здесь эта вещь, которая как бы Спасензю Тируцим они немножко Сколько я понимаю Есть такая вещь, что после Сначала есть логика очень простая Хохма, потом идет Чува, потом идет Слиха Дальше идут все вещи, которые как бы Как сказать Прямо говоря, поскольку люди нехорошие вещи делают У них есть всякие неприятности В жизни Какие будут неприятности Неприятности бывают Всякие Газироты, я не знаю, что Эти самые заставляют В армию, еще что-то Такие неприятности Бывают, что люди болезни Неприятности бывают, что человек нищий Эти все неприятности Они как бы Как тут сай Из того, что есть Слиха Выша воропалово То есть это они приходят К тому, что бывает Теперь Значит, в эти трех проход По идее, нужно после делать После Эти три Брахе Идут после слихи После прощения Идут все эти три Брахе То есть спасение От этих вещей Которые есть Неприятности Которые есть в жизни Теперь Какой у них порядок У них порядок Особого нету Судя по смыслу То есть нету Четкой логики В каком они порядке Все эти три вещи Должны быть Так сделали Симоним такие Симонимы Вряд какие-то Альпикаболов Я думаю Что немножко Как бы Здесь три Брахе Они один и тот же У них иньян А именно Человек должен У человека есть в жизни В этом мире Всякие неприятности От которых Называется Геула Ему нужна Геула Ему нужно спасение От неприятностей Которые есть в этом мире Какие есть неприятности Первые неприятности Как называется Первые геулы Как мы говорим Про геулу Как там Браха Ну Слава Наберуха А? Голейна Ашам Амирода Нет Как Браха Голейна Был вас Что не работает Извиняюсь Дело у меня есть У меня все Тоже есть А? Можно здесь Стоять Вот Смотрим Как положено Значит Какой там Носок Брахи Все эти Носки Браха Они Примерно Как сказать И не тут Про Что Реву Нейну Смотри на наши Всякие Неприятности Вери Веривейну Всякие Споры Смазка Насто Незначение Уголейну Миролем Аншпех Спасибо Всех Людей Гигуэль Хозак От бруха Та бруха Та шем Гарисуэль Значит Рефейну Нужно Рефу Человек Болеет Таким образом Эта вещь Которая Идет Порядок Идет В смысле Что После Слихи Идут Спасения От Всяких Вещей Разделили На Три Брахи Почему На Три Брахи В каком Непорядке Судя по Смыслу Порядок Здесь Нашли Такое Это Самое Значит Говорит Мараш Поскольку Он Написан В Девятом Капитал Поэтому Сделал Это Самое Сделал Девятой Брахой Значит Так Это Работает Проблема Что У нас Это Десятая Пороша То есть Разбитый Трим Разбитый На Пороши И В нашем Трим Это Десятая Пороша Так Получается И По Простому То Хочется Объяснять Что Браха Согладится Что Первая Вторая Это На Сам Одна Пороша Первая Вторая Это Рим Это На Сам Десятая Один Пороша Которые Почему То Объединили Разделили На Два Не Знаю Почему Потому Что Все Проким Которые Довиду Были Хавивим Он Начинал Башрей И Кончал Башрей Так Как Как Начинается Дальше По Нашему Первый Капитал Назвляется Первый ритм заканчивается, а второй ритм заканчивается, что на самом деле это не два ритм, а один ритм, который начинается и кончается. В любом случае, эти три брахи, насколько я понимаю, они не очень идут в первый шаг, но эти три брахи, они как бы идут, все брахи они на то же избавление, это избавление от каких-то не глобальных вещей, а локальных проблем. У людей есть локальные проблемы, какие локальные проблемы? Рифуа, Парносы, Юла, Ривейну и всякие моревод, с кем угодно, как бы то ни было, это все от этого, чтобы спастись. Идут ребраки, и такой у них порядок. Сфаразмара дальше порядок, а дальше уже порядок очень интересный, дальше порядок опять возвращается на логику очень интересную. Сфаразмара, Мара, Увики, Ламар, Кибут, Гюла, Юй, Слахар, Бирка, Сашони, почему после порноса идет Гюла, что такое порноса, что было шефа, что было много этих самых, таким образом, Шварз, Рой, Катшо, что после этого идет? После этого идет Ка Бешефар Гадоле Харусейна, Восунест Лекабец Галуисейна, собираетесь нас, народы. Почему собрали, после этого собираются народы? Поскольку после того, как будет порноса, что такое порноса, что Ир-Сесраэль начнет давать урожаи, хорошее урожаи, начинает осимать, что скоро придут сюда евреи. То есть после того, как выполнится просьба про порноса, именно порноса Ир-Сесраэль, Мишн-Бруру говорит, как нужно говорить, Дархагов. Есть, которые говорят, барэхатлонэхшамасуэстуавэскуменээсуосуэльтувавэсэн барахалпинээдамовэсабэйна ми-товэха, здесь написано в Сидуре. А Мишн-Бруру говорит, сабэйна ми-товэха. Что такое тува, ми-товэр-Сесраэль? А? В Сидуре? У тебя есть Сидур? Смотришь в Сидур? Написано, есть разные нусухи, но Мишн-Бруру говорит, нужна тува, тува-Сесраэль, это вещь, которая наказкает. Представляете? Здесь написано тувэха, большинство Сидуре написано в тувэха. Что? Здесь написано тува, нет, по-моему, это все-таки раз тува. Как бы то ни было, две брахи, то есть вещь, которая, грубо говоря, я бы сказал бы так, что зависит здесь такая вещь, о чем мы здесь молимся. Если мы молимся, зависит от того, если мы молимся, как бы, о спасении от мелких всяких, как вы сказали, локальных проблем, то нужно сказать, сабэйну ми-товэха, потому что человек, кто живет, я не знаю, где. В Америке и так далее, он, как мапшадбезе, сабэйну ми-товамир-Сесраэль, маза кашур. Вот сейчас молятся о своих, так сказать, простых проносад, сармии, еще чего, да. Если мы молимся, как бы, то, что так вначале молимся, но сейчас мы молимся, что это, как бы, симан для привидоса, молимся за браху, чтобы им, наверное, цесраэль давал браху. Он говорит, сабэну ми-това. Даже более того, есть очень интересный. Ага, следующий вопрос. В принципе, это, да, то есть это, как бы, зависит от того. Есть, кстати, очень интересный Аван Незер, по-моему, который говорит, очень интересно Аллаху. Ла-Майса, так он говорит, насколько это Ла-Майса, я не знаю, насколько в следующий день он очень интересный. Человек, который, значит, есть запрет, как известно, уезжать из Азер-Сесраэля за границу только в тремя случаях. Только в тремя случаях, а именно какие случаи? Это когда Лимо-Тура, Парнаса и Реса-Иша. Говорит, что человек, который живет здесь, может не выезжать. Но у него Парнаса бухус ларец, у него бизнес бухус ларец, у него нет ответа вообще выезжать. Потому что мне мэрит не звать, что он живет. Живет в Азер-Сесраэля, что должно быть как бы Сабей-ну-митува. Если не он большой, чтобы человек получал как бы ядника, человек получает самую часть Азер-Сесраэля. Человек, у которого у него есть бизнес, в Китае или во Всталии. То есть, да, потому что он не звает, что он здесь живет. Называет, что он не здесь живет. Такой хид уж большой говорит, который, я думаю, что с ним спорят. Но неважно, в следующем случае, есть большое мнение, что Сабей-ну-митува это не... Завести бизнес. Я не знаю, это, известно. Смысл не совсем такой. Смысл, что нужно искать бизнес в Азер-Сесраэле. Потому что... Получается, что можно проголосовать, сказать по Худс-Ларесу или почему? Нет. Есть уже, это есть. Есть пероноса, идет с Худс-Лареса. И еще пероноса не нашел. Доконать, сделаем, чтобы идет с Худс-Лареса. Грубо говоря, американец, который всю жизнь построил себе хороший бизнес, приехал сюда и здесь живет на эти бабки. И они не хотят звать, чтобы он Кэмэ-сосер-Сесраэль. Большой Хидуш. Не знаю, что он здесь живет. Есть большой ян, сабей-ну-митува. Что мы просим Всевышний, чтобы нас насытят. Тува-дер-сесраэль. А? Каким же он же есть Этер? Не знаю, поехали дальше. Есть Этер, потому что если нету здесь парноса, то человек должен уезжать, чтобы было что парноса. А если здесь нет, почему она там будет? Потому что Всевышний... Нет, ответ очень простой. Всевышний, если так говоря, молимся, чтобы Всевышний давал нам... Есть такая, что идет, так сказать, разные типы, как называется, шефа с небес. Есть шефа с небес, которая должна быть правильной, которая должна сначала диверться с Рэп, потом остатки всему остальному миру. Потому что она создана для доверия, чтобы мы говорим, зачем она создана вообще, получше, чтобы было все в этом мире возможно сделать. Чтобы в Рэй могли учить слору. Поэтому в Офан Метукан, когда нормальный Метукан, что приходит сейчас? У нас шефа приходит в Эр-сесраэль. И там остальные, так сказать, чтобы тоже там, они могли там, не знаю, чтобы подметать еще что-то сам, они тоже что-то капают какие-то останки. Так должно было быть. Поскольку у нас Галут и тогда летали, все идет наоборот. Мы, наоборот, Юн Ким и Эм. Шеф идет им, и мы что-то с них получаем. Это называется Галут. Шеф идет, как мы сказали, Тейша, это самого, Идома, и одна Экулярас. Это вещь, которая Галут, это вещь, которая неправильная, но это есть. Все время, пока есть, мы молимся, что этого не было. Но пока это не было, наоборот, там будет свараж, там будет про нас самого лучше. Мы молимся, что это было не так. Мы просим всего, что было не так. Назумаете? Это именно так. Сегодня в Америке, так сказать, получают больше денег. Едут и забирают в Америке деньги. Это все, что угодно. Процессы, короче. Процессы, все что угодно. А занимается человек, который это сам, он дома можно ехать в Америку. Лейтер. Значит, мы продолжаем. В любом случае, так сказать, здесь уже переходит, что есть свечи, что если, когда выходит, выполняется эта просьба про Бирка Сашуани, то есть, что Эра Цесаря начинает таки давать Бааин Яфа Перу Теа, Эн Леха Симан, как написано, что это Карава Гюла, что люди начинают собираться в Израиль. Как бы это вещь, которую она как бы... Почему она дает? Потому что она ждет как бы уже народ Израиля. И поэтому сразу после Бирка Сашуани мы просим о чем? О Капцейну Ткабушфоргадолиха Русейдову, Санесликабетсгла Юсейну, Капцейну Яхад. Собираем нас в Израиль. И эта вещь, логика в этом, да? Матемара Исраэль нахандитну, то есть, потому что так будет пророк, как так будет, так описано пророке Хескаль, что вы, горы Израиля, дайте ваши, дайте эти самые урожаи. Почему? Ломи Исраэль, дому моему народу. Ки крову ломи, потому что они скоро ниже приходят. То есть, пророк говорит, что начинаете давать урожаи перед тем, как евреи приходят. Известно, что Хофицхайм было очень самое, когда ему сказали, что есть хороший опирот, очень, как сказать, и шеф опирот начинается, он очень радовался, да? Ага, вот дай, вот дай, вот дай. Что происходит, следующая вещь? Когда происходит, где происходит? На Асет Дин Баришоем. Следующая вещь, которая должна произойти, после как собираются евреи в Израиль, после этого уже, не сразу, не до этого, а именно после этого, как здесь написано, происходит как бы суд над негодяями. Здесь написано, что Неймар ваашива еди аллаих вейцеров квот сегаих. Вактив ваашива шофтаих ковришно вакеван. А что это значит? Что, грубо говоря, как это связано, не очень понятно здесь, я еще посмотрел. Голуозность обрешиваем. Кодом шенис яшу беру шалаем. Почему? Говорит Раша, объясняет Раша, почему? Перед тем, как начинают жить в Иерусалиме, знаете, начинается Дин Баришоем. В Иерусалим, наверное, этот самый. Шенеймар ваашива шофтаих ковришуна, в ее цеха твила. А кумоша лавар цион ва межплат депаде, ваше вае бездака. Значит, когда цион выходит, когда закончится, есть межплатное решение над негодяями. Будет межплатное над негодяями, и после этого, видно, можно будет освободить Иерусалим. И там можно будет жить. В Селиване где-то тоже сегодня называется. И так далее. И весь Иерусалим. Когда это будет? После того, как... Для этого нужно что? Это нужно шофтим. Шофтим, который делает суд. Ну, шива шофтаих. То есть, перейти как бы власть к шофтим, который настоящий шофтим. Ну, шива шофтейну ковришуна. Вызведи наших этих самых. Поэтому, поскольку они собираются в Иерусалиме, в Израиле, собираются. У нас сейчас вещь, которую мы видим, что уже две эти вещи, они, можно сказать, совершились в каком-то последующем больших процентах. И то, что земля Израиля становится очень плодородной. И то, что Кипус Грёд, очень много евреев приезжает в Израиль. А следующая вещь, она нам показывается, к сожалению, даже близко нету. А именно, шива шофтейну ковришуна. Это вещь, которая у нас сейчас самая, как сказать, самая большая просьба должна быть. Как бы следующий этап в избавлении. Какой следующий этап в избавлении будет в Израиле? Так получается, по этой гморе у нас сейчас идёт по этапам. По этапам, по времени. Как сказать, что, зачем идёт. Совершенно явно эта гмора говорит. Следующий этап, который будет, значит, первый этап, что есть благополучие в Израиле. Что благополучие в Израиле, земля Израиля начинает давать урожай. Следующий этап, что евреи приезжают в землю Израиля. Следующий этап, делается дин над Решаим. То есть берётся всех этих самых, я не знаю, не скажу кого, и делать на ним дин, то, что им полагается, всех, кому надо. Значит, это называется «Шива Шуфтейна Ковришнова и Цейна Ковыдхилова, сцель мимену йогон ванахам, лой халейно, та шам льбад хобхэст врахм, таткей, мешпад». Да? Нет? Не должно быть еще Мелоха. Шуфтейну, 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 это еще не Мелоха. Шуфтим еще додолго до Мелоха. Шуфтим, который Шуфтим? Или как? А зашли в Израиль Срая, сейчас были Шуфтимы, это уже был Мелоха. Разные вещи. А? Власть должна быть у Шуфтим? У Рыбани? Да. Власть должна перестеть в руки Рыбани, совершенно верно. Значит, это называется «Вейтрофа, сегаек, ворсегаеву, сиба, шуфтайка, вришеновы, кеймэшна, садин винарешо, им калюпоши, им…» «Виколель заедим и мээм». Здесь начинаются большие балаганы, смысл с цензурой. Но идея здесь такая, что посту, как сделаются дин винарешоем, заканчивается Идом, и заканчивается Нацрут. Две вещи, про которых идет следующая брака на Мелоха-Ним. Следующая, значит, стадия посту, как будет дин винарешоем и здесь, в Израиле, закончится Идом, то есть Идом начнет падать, царство Идомское, царство Идомское начнет падать, или упадет полностью, и, соответственно, это идет вместе с Нацрутом. «Меним» – это, как известно, идет на неизвестность, так видно из цензуры. Значит, следующая стадия будет. «Вламышени мати и сихво, вуковир шакары готубет, гахоли и вехо мэро и корейсов, азэди мироса кэрот вешапэр» Это нусы, которые у нас в нусыке есть, другие, которые были до цензуры, были другие нусыки. Но идея такая, то, что происходит глобальное, то есть до этого было, грубо говоря, что, судя по смыслу, это будет суд над этими, которые здесь, всякими негодяями. А следующая вещь, то будет, что падать, начнет падать, как называется, мировое такое, вещь, что царство Идом начнет сильно падать. Следующая вещь происходит. Значит, в Акулевце-1, поэтому что молимся? Поэтому после ошибок, что в тайной курсе, молимся, в этом нашли мать и сихво. Так, отгуда этого знаешь, что такое решено? Ага, на сегодня мы решаем, калю опошим, заканчивается опошим, укулел зэдим, вместе зэдим, шанэймар, шабвар, пшоим, вэ хатоим, яхдав. Так написано. После того, как мы делали сут с ним, они заканчиваются и опошим, и хатоим. Опять же, здесь, судя по смыслу цензуры, здесь много чего меняет, но неважно. Ну и кэйнуш, калю опошим, мы с ромэм, мы с кэрэн цадики им. Поскольку заканчивается опошим, то есть заканчивается, грубо говоря, дом, кто поднимается кэрэн цадики им. Кэрэн евреев поднимается. После того, как падает и дом, как известно, это два леом и мац, и домское и еврейское царство, они не могут вместе царствовать. Они по очереди, а? Кэсарь и Рушала им не могут вместе царствовать. Когда падает и дом, начинает подниматься еврейское царство. Поднимается кэром цадики им. Что мы говорим с Эйштура? Цадики им вэля хасидим, а дикнем хобо и сестры, и предадат сувжеем, а герия цедак. Валейну ему рахамэ хашэм лукэйну. Мы сэн сахархотов нахолбутким и симхэйнуме. Но и лам, значит, это идет цадики им. И с кто с ним? Значит, да, вы коль корне реш... Где-то написано. Вы коль корне решаем и гадэя вы турмам, на корне их цадики. Есть такая пасуха, что все, как бы, рога негодяев я сломаю и поднимется на рога цадик. Вы коль герия цедак, цадики, вместе с цадиким, кого он, это сам, упоминает, герия цедак. Почему? Поэтому это в лаххе говорится про герия цедак, да? Валейну хам лукэйну выходит, где это написано. Аля цедики им вэра хазини вальтихнам хобо и стрель вальтасу фрейм валь герия цедак. Почему герия цедак? Это шенэм арми пнэй сэ ватакум вадарты пнэй зокон. Мудрецы, вы сами хлей, ки гурад бхэм гер, вы кэмэши митурмамерт кэрнаам, кэдвэйхан митурмамерт кэрнаам. И где у них поднимается, где они начинают подниматься? В Иерусалиме. Почему в Иерусалиме? Шнамар шалу шалом и журшалайм и шлаю овайих. И шлаю овайих и шлаю тлашон шальва. Шальва это как в русский. Спокойствие это самое. Где это будет в Иерусалиме? То есть где хаваеве, где у них будет спокойствие, в Иерусалиме? То есть задикь, о котором мы только что говорили, где у них будет спокойствие, поднимется в Иерусалиме. То начинает смазываться в Иерусалиме, потом они приходят в Иерусалим. Потом уже приходят в Иерусалим и завоевывают Иерусалим. Только после этого. Вышеленьши и журшалайм. Поскольку построен Иерусалим уже, отстроен. Судя по смысл храм тоже. Не знаю, с храм здесь очень странные вещи происходят. Приходит Давид, судя по сути, нет, потому что Давид построил храм на самом деле. Здесь интересная вещь, что пока что храм не строили, пока что Русалим построили в смысле, построили Русалим в духовном и материальном смысле, судя по сути, еще без храма пока что мы говорим. Все это прошло без храма, уже упала и дом, уже упала на труд, до этого еще сделали 11 ликим, пока что храма еще нет. Что приходит? Построили Русалим, Русалим построил, что там в Русалиме стоит нормально жить, там есть еще в Тиме это самое. Что после этого приходит? После этого приходит Давид, после того как уже построил Русалим, приходит Давид. Как это написано? Что после этого приходит, после того как Давид пришел? Какая следующая связь? Потом начинается Тфила, потом начинает молиться нормально. Судя по смыслу, здесь имеется не то, что начинает молиться, молиться начинается в наше время. Написано, что есть Паргот, Бейн, Исруэль, Абин Шаман. То есть молитва не доходит до Всевышнего напрямую. Все шары Тфила не налу. То есть человек, который молится, это как бы не напрямую приходит, там это сам останавливается. Бывает Тфила, судя по сути, Тфила Басимх, Тфила, который Миткабелет. Это молитва, которая приходит уже Всевышний напрямую, то есть убирается Тфиларгот. После того как пришел Давид, но еще не построен храм. Что написано? Тфила Шанеймар вависималь гаркутши восьмавсимбе вейст филоси. Будет уже радость в доме, но еще нет храма. Дома уже будет, храма не будет, еще не начинается работать. Работа в храме еще началась. Начали, видно, строить храм, но еще иначе, я не знаю точно, как это сказать. Это называется Шмакулейна Шаману Кейну. То есть после того как уже пришел Давид, мы просим о молитве. И после этого будет молитва по-настоящему приниматься. Как написано в всяких сфориумах, что все молитвы, которые молятся, не то, что они вообще не принимаются, не то, что они вообще не отвергнуты. Они как бы ждут, как сказать, они в такой, как называется по-русски, в таком как бы сбоку сидят и ждут выхода, когда можно пойти. И когда только приют, то все эти молитвы, которые были, они сразу же так начнут действовать. Шмакулейна, это все сразу молитвы, потом они уже таки придут. После того, как выявляется эта самая молитва, что делается, после того, как есть молитва, начинается обоида, начинается работа в храме. Шанеймар, Олюис и Хэм, Веззюхэм, Горасон и Резбехи. После этого, да? Это следующее продолжение посылка. То есть после молитвы начинается работа. Объясняет Маршодис, что какая здесь немножко связь, что есть три митвы, которые евреи, так написано в Марифе Шанейдрин, получили, когда зашли в Израиль, а именно поставить царя, построить храм и лехрот за Рамалек, сделать войну с Абалеком. Причем порядок именно такой. Поставить царя, закончить за Рамалек, потом построить храм. В следующем будет то же самое. Сначала, значит, будет царь, уничтожить за Рамалек, и потом будет построен храм. Потом будет построен храм, значит, после Тфиле уже, так сказать, да? Давид уже после этого будет походить в храм. Давайте здесь сегодня остановимся, потому что завтра закончим эту. А завтра не закончим. Я обрешен все. Я обрешен, закончим эту логику Тфиле. Я обрешен, закончим эту логику Тфиле.